В эфире «Якутия-24» главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Из самолёта в Якутске выпало более 170 слитков золота. Драгоценный металл перевозили в Красноярск. Жители Молдана произведут перерасчёт оплаты за отопление, за нестабильные работы котельной. Впервые за долгие годы в Нерюнгре введён в эксплуатацию новый 9-этажный жилой дом. ЧП в аэропорту Якутска. Сегодня 3,5 тонны драгоценного металла выпало при взлёте грузового самолёта Ан-12. Новосибирской авиакомпании «Нимбус». По предварительным данным, воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка, из которого частично высыпался ценный груз. Воздушное судно следовало по маршруту рудник «Купол» Красноярска. В столице республики проводилась дозаправка. Воздушное судно перевозило золото из Чукотки, с одного из крупнейших на Дальнем Востоке рудников «Купол». Вес одного слитка составляет около 20 килограммов. Всего правоохранительные органы насчитали 172 слитка на взлётно-посадочной полосе. Специалисты считают, что золото вывалилось из-за неправильной фиксации груза. Около 5 миллиардов рублей получат муниципалитеты по итогам всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. Участие принимают малые города до 100 тысяч жителей и исторические поселения. Как отметил премьер, важно, чтобы эти города не только имели славную историю, но и жить в них было и комфортно, и удобно. Поэтому при создании проектов для конкурса власти должны будут привлекать местных жителей. По результатам конкурса награды получат те муниципальные образования, которые представят лучшие проекты по благоустройству. Якутия получит более 2 миллионов рублей на компенсацию коммунальных услуг. Минстрой России заключил с регионами Дальневосточного федерального округа соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета. Дальний Восток получит почти 47 миллионов рублей на компенсацию коммунальных услуг. Средства выделят на компенсацию отдельным категориям граждан на оплату взноса за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Якутия получит более 2 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития страны. Жители Молдана произведут перерасчет оплаты за отопление за нестабильные работы котельной. Там в течение двух недель был нарушен температурный график, сообщает пресс-служба Теплоэнергосервис. Перерасчет будет произведен всем потребителям на территории обслуживания в марте. Напомним, авария произошла 12 марта. Ремонтные работы проводились в круглосуточном режиме силами трех бригад по 6 человек и были завершены 14 марта. В зоне обслуживания котельная, детский сад, больничный комплекс, лице, а также 219 домов, в которых проживает около 3,5 тысяч человек. Прием документов на обеспечение живой молодых семей продолжается. Участникам подпрограммы может стать молодая семья, в том числе имеющая одного и более детей, а также неполная молодая семья с детьми. Возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет. Молодые семьи смогут использовать соцвыплату для оплаты договора купли-продажи жилья, стоимости строительства индивидуального дома для уплаты первоначального взноса ипотеки или займа. Размер социальной выплаты зависит от количества от состава семьи и от стоимости квадратного метра в муниципальном образовании. И составляет 30% для семей без детей и 35% для семей с детьми. Недостающую сумму молодая семья должна оплатить за счет собственных или заемных средств. К другим темам. В ближайшие два года в России планируют ввести 728 ясли садов. На это из государственного бюджета направят 49 миллиардов рублей. Из них более миллиарда предусмотрели в бюджете Якутии. Новые дошкольные учреждения позволят создать 1100 мест для детей ясельного возраста. Отметим, что нехватка подобных учреждений – довольно острая проблема в республике. По информации Министерства образования региона, на электронную очередь стоят 22 тысячи детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Работа ведется правительством о том, что рассматривают варианты, каким способом создавать объекты и в каких населенных пунктах. Основной вопрос у нас стоит в городе Якутске. В пути решения имеются три варианта – это приобретение отдельно стоящего объекта, строительство и строительство пристроя. В России продолжается досрочное голосование в труднодоступных отдаленных районах, на полярных станциях, а также на судах, которые в день выборов 18 марта будут в плавании. Более 100 тысяч россиян уже отдали свои голоса за кандидатов на пост главы государства. А в Якутии более 50 тысяч жителей проголосуют на выборах президента России 18 марта по месту своего нахождения. Также в регионе продолжается досрочное голосование для жителей отдаленных участков – оленеводов, коневодов, работников промышленных компаний. Оно будет проходить до 17 марта. К настоящему моменту досрочно проголосовало 9,5 тысяч человек. На 1 января этого года численность избирателей в регионе составляет более 630 тысяч избирателей. Благотворительный фонд Харэсхал и общество Монголия Саха Содружества в рамках декады инклюзивного образования проводит первый в республике мастер-класс по живописи для детей с ограниченными возможностями. Подробнее расскажет Петр Говоров. Здравствуйте! Как вас рады видеть! На мастер-класс был приглашен известный во всем мире художник из Монголии – Найман Чулун. Его стихия – акварельные краски. Они ошибок не прощают. Любую оплошность уже не сотрешь. Все мы знаем, что дети с проблемами развития хотят, так говорится, но душевный мир этих детей очень богатый. Как я знаю, такие дети очень любят рисовать, и поэтому я решил, а вдруг кто-то из них в будущем станет художниками, найдут свое место в этой жизни. Настоящие художники на несколько часов. Единой тематики у ребят не было. На белом листе – дома, люди, животные, зеленые поля. Я очень творческий человек, очень люблю рисовать. Даже в автобусе, в поезде рисую, в автомобиле рисую, везде рисую. Даже на ночь иногда приходят мне вдохновение, рисую даже ночью. Вокруг большого стола 10 ребят от 8 до 15 лет. Цель организаторов – не приобщить детей с ограниченными возможностями к искусству, а раскрыть их творческий потенциал. Мы были удивлены, когда на нас вышел известный художник Монголии Найман Чулун. Он один из самых известных акварелистов в мире. Он вышел на детей и сказал, а почему бы нам не провести мастер-класс для детей с инвалидностью? Мы сразу же ответили с удовольствием, собрали детей, потому что было очень много желающих, нашли помещение. И вот сегодня дети создают вместе в творческой атмосфере, они отражают с помощью акварелия свое настроение, свои миры, как они чувствуют Якутию, этот мир, этот день. Кроме мастер-класса по рисованию, на этой неделе благотворительный фон Харсхал проведет флэш-мобы, фотовыставки и уроки доброты. Петр Говоров, Василий Слепцов, Якутск. В Нерюнгре впервые за долгое время введен в эксплуатацию новый 9-этажный жилой дом. О том, как встречает новоселье, отметила наша съемочная группа. Впервые за долгие годы в городе Нерюнгре был построен и введен в эксплуатацию новый 9-этажный дом. Стоит отметить, что микрорайон Сосновый все так же продолжает успешно преображаться и с каждым месяцем принимает все новых жильцов. Еще несколько лет назад эти счастливые новоселы не могли поверить, что программа переселения все же начнет свою полноценную реализацию и настанет один из таких дней, когда после десятилетий проживания в с трудом терпимых условиях они распахнут двери своих новых, современных и комфортных квартир. Такие моменты сейчас вспоминают сотни нерюнгринцев. И вот очередной из этих дней. Я хочу вам всем пожелать, чтобы ваш дом, ваша квартира была полная чаша, чтобы вы жили дружно, счастливо. Вот уже сегодня вот здесь, на этой площадке, давайте знакомиться со всеми. Создаем ТСЖ, выбираем самую лучшую управляющую компанию. На карте Нерюнгре наконец-то после долгих десятилетий появляются новые дома, построенные в соответствии с самыми современными технологиями. На глазах разрастается целый микрорайон. И если ранее вокруг темы развития города Нерюнгре было достаточно скептицизма, то сегодня горожане восхищаются результатами проделанной работы главой города Леонида Маленик и его командой профессионалов высочайшего класса. Мервые впечатления очень хорошие. Отлично. Комнаты хорошие, нормальные. Честно говоря, довольны. Я ожидал хуже. Удивлен. Я ожидал, что так будет. Ну, думаю, нормально. Обустраиваться будем. Так. Впереди еще большая стройка. Предстоит построить множество домов, облагородить и озеленить придомовые территории микрорайона, установить во дворах детские игровые и спортивные площадки, скамейки, урны, столбы с уличным освещением, проложить красивые тротуары и многое другое. Поэтому жители Нерюнгре сегодня уже иначе смотрят на реалии, происходящие в их жизни и жизни города. Игорь Акимов, Вадим Барашков, Нерюнгре. Купоны и брелоки проекта «Весна на НВК» готовы. 1 апреля национальный вмещательный компания «Саха» во второй раз проведет праздничный эфир для жителей и гостей столицы. Организуют народные гуляния, где каждый сможет посетить мастер-классы, концерт под открытым небом, выбрать творение народных умельцев. Также в специальных фотозонах будут работать фотографы. А жители республики в течение дня смогут провести время с пользой у экранов телевизоров или у радиоприемников. Как и в прошлом году, во время праздничного эфира будут разыграны ценные подарки. Для этого зрителям необходимо получить брелоки и купоны «Весна на НВК». В этом году наши телезрители могут приобрести специальные брелоки «Весна на НВК». Мы будем распространять брелоки со следующей недели, 19 марта, в здании НВК «Саха» на первом этаже. Приобретая данные брелоки, наши телезрители могут стать участниками розыгрыша «Весна на НВК», который мы будем проводить 1 апреля в прямом эфире на телеканале НВК «Саха» с 4 до 8 часов вечера. И они могут стать обладателями весенних отличных подарков, например, мотоцикла «Минск», беседки, портативного гаража, различных сертификатов. Первенство Якутии по хоккею «Золотая шайба» завершил матч команда «Полярные волки» из Якутска и «Шахтер» из Нерингри с результатом 6-1. Всего участвовало 6 команд из Якутска, Нерингри, города Мирный. Матчи последнего круга прошли в ледовом дворце Лейботур. По итогам победителями стали «Полярные волки-2008». Второе место занял «Шахтер» из Нерингри. А на третьем месте ребята из «Волков-2009» года. А сейчас небольшой блок рекламы. Далее эфир «Якутия-24» продолжит прямое включение с запуска архитектурно-художественной иллюминации телебашни, посвященной 55-летию якутского телевидения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова